В Алтайском крае проходит традиционный IT-форум, посвященный цифровому изменению нашего региона. Вроде предмет для разговора виртуальный, воображаемый, иллюзорный, цифровые данные, всемирная сеть и все такое. Но на самом деле интернет и компьютерные технологии давно и прочно вошли в нашу жизнь и самым прямым образом влияют на экономику и социальную сферу нашего края, меняют качество нашей жизни. Вот об этих переменах и поговорим сегодня. Ну и об IT-форуме, конечно, тоже. Это программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях сегодня министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Евгений Александрович, здравствуйте. Директор компании «Галакс» Владимир Графеев. Владимир Алфеевич, рад вас видеть. И руководитель компании «Митро и Фриматик» Денис Газукин. Денис Сергеевич, спасибо, что пришли. Впервые у нас в студии с почином. Я думаю, мы будем чаще встречаться и найдем какие-то темы для интересных разговоров. Ну, давайте, Евгений Александрович, наверное, с вас начнем мы, Владимир Алфеевич. Вы тоже подключитесь. Зачем проводится IT-форум и как он будет проходить в этом году? Может быть, какие-то особенности, специфика его проведения в этом году будет? Пожалуйста. В этом году наш IT-форум будет проходить в 14-й раз. И действительно, это мероприятие ежегодное. Но нужно отметить, что за последние несколько лет значимость этого мероприятия онукратно возрастает. Это связано, наверное, и с большим внедрением тех цифровых сервисов, с которыми мы все больше сталкиваемся. Это и привлечение внимания к национальной программе «Цифровая экономика» и тем мероприятиям, которые в рамках этих федеральных проектов реализуются. Ну и, конечно же, определенная консолидация IT-сообщества перед теми злободневными задачами, которые, в принципе, решаются в рамках нашего Алтайского края. И в целом выходят на просторы Российской Федерации. Нужно отметить, что все рабочие столы, встречи, мероприятия самые злободневные. Там программа очень насыщенная. Это информационная безопасность и импортозамещение. Есть отдельная площадка, связанная с внедрением в строительные технологии тех инженерных цифровых продуктов, которые сейчас повышают кратно качество этих услуг. Там самое интересное, как там прокачка региона. Вот это вот что, меня это заинтересовало, что это такое будет. Ну, Владимир Владимирович, может, вы расскажете, что предполагается. Там даже и вице-губернатор будет присутствовать при этой прокачке. Что это такое? Ну и несколько слов тоже оформлено. Наверное, про цифровую прокачку региона. Евгений Александрович, лучше расскажешь. Лучше, да? Потому что это организовано как раз Минцифрой, нашей Минцифрой, совместно с АНО «Цифровая экономика», насколько я знаю. И программа готовилась в стенах министерства. Я, наверное, тоже в общем скажу. Про форум, да, скажите. По сути дела, это площадка, на которой люди обмениваются мнениями. Куда заказчики приходят смотреть, как они могут решить свои проблемы. Естественно, те, кто предлагает услуги, они предлагают, как это решить. И вот в прошлом году мы впервые провели мероприятие, скажем так, в формате онлайн, когда у нас был локдаун, нельзя было проводить. И на сегодняшний момент времени мы для себя сделали вывод, что все-таки личное общение – это гораздо лучше. И в этом году форум пройдет уже в гибридном формате. То есть, когда будет и трансляция идти в интернет, можно будет задавать вопросы. Но до 250 человек может находиться в зале. Поэтому люди регистрируются, люди идут на очное участие. И отзывы как раз от участников о том, что очный формат – это лучше. Ну понятно. Извините, Сергей. В этом году можно еще добавить? Да, пожалуйста, извините. И в этом году как раз на площадке будет очень интересное мероприятие. Мероприятие – это представление программы цифровизации региона. Это очень хорошая программа. Это стратегия, да? Да. Стратегия, которая в августе, по-моему. Да. Но мы о ней отдельно поговорим. Есть, по-моему, что сказать у участников. Денис Сергеевич, коротко о форуме. Как вы оцениваете вообще вот это мероприятие? Вы практически участник рынка. Да, форум проходит 14-й раз. И с каждым годом в значении цифровых технологий для экономики, для социальной сферы, для власти, вообще для людей все выше и выше. Соответственно, растет популярность форума. Это, естественно, так и должно происходить. И, в общем, мероприятие, в общем, интересное, знаковое для нашего региона. Что подчеркнуть еще один... Евгений Александрович, про прокачку региона. Меня это интересует. Нам очень приятно, что федеральные эксперты действительно разворачиваются к нам лицом. И это касается и тех круглых столов, на которые прибивают различные эксперты очень высокого статуса. И на нас обратило внимание оно цифровая экономика. В принципе, те процессы, которые идут в край, они под пристальным взглядом нашего федерального министерства. И оно цифровая экономика едет большой бригадой для того, чтобы посвятить теме цифровизации малого и среднего предпринимательства. Это автономная некоммерческая организация. То есть это федеральная структура. Они везут большое количество экспертов, которые покажут нашему малому и среднему бизнесу, какие инструменты наиболее эффективно можно использовать в своей деятельности для того, чтобы выводить на новый уровень свой бизнес. Про прокачку региона расскажи, что это такое. Да, это как раз и будет прокачка. А, вот это и есть, да? То есть там будут мероприятия, связанные с демонстрацией самых эффективных возможностей, например, организации... Это для разных отраслей экономики, да, в социальной сфере? Для малого и среднего бизнеса, вот в самом широком его понимании. Как обеспечивать информационную безопасность? Как выводить на маркетплейсы свои продукты? Какими платформенными решениями можно пользоваться? Как использовать средства коммуникации для продвижения своего товара? Это то насущное... То есть такой системный комплексный подход, вот как ко всей региональной экономике, к реальному сектору, в социальной сфере. Совершенно верно, на самом высоком уровне. Коротко, давайте с вас начнем, Евгений Александрович, торопиться не будем, но тем не менее поспешать. Нынешнее состояние IT-отрасли Края, как на нее повлияла пандемия, потому что все равно этот вопрос так или иначе будет обсуждаться. Я думаю, говорить о будущем отрасли и, так сказать, упускать нынешнее актуальное состояние, проблемы сегодняшние, наверное, никак нельзя, да? Денис Сергеевич, вы тоже подключайтесь. Конечно же, нужно отметить, что тектонические изменения мы видим, и это касается IT-отрасли, потому что IT-отрасль — это один из самых главных инструментов, то есть цифровые сервисы, которые изменили взаимодействие людей, организаций между собой. И, конечно же, это сделало дополнительные вызовы по разработке программного обеспечения, по внедрению программно-аппаратных комплексов и, конечно же, к качеству и количеству специалистов, которые в этой отрасли работают. Да, мы заметили, что есть... То есть мы больше и больше погружаемся с каждым годом, вот о чем Денис Сергеевич сказал, что мы все больше и больше погружаемся в эту цифровую среду, и она становится как бы неотъемлемой частью нашей жизни. Воздухом, которым мы дышим. От этого не уйти, да? Да, да. И, конечно же, это действительно для нас важно. А мы что отметили? Действительно больше становится заказов на те или иные сервисы. Да, они появляются, мы это тоже фиксируем, но с пандемией мы поняли отдельную проблему, что открытость рынка труда, она стала максимально прозрачной, и теперь можно приглашать отдельных экспертов и программистов с других территорий, но также и наших экспертов и соответствующих специалистов приглашают в другие регионы. И вот этот рынок становится очень-очень мобильным и открытым. Соответственно, это возникает, ну, дополнительная конкуренция именно в этой области. Денис Сергеевич, пандемию как ощущаете, ощутили? Ну, пандемию, конечно, ощутили. То есть, в чем, как и все отрасли. Ну, в целом, скажу так, интерес к цифровизации вырос. То есть, это положительный момент. Это положительный момент, но он неравнозначно вырос в разных сферах. Где-то ускорилась экономика, а где-то наоборот. Мы, например, вот по части нашей компании, мы скорее отток ощутили, потому что было перекроено кадровое, так скажем, ландшафт кадровый. Мобильность кадров для региональной компании вдруг стали федеральными, потому что для них открыто все стало. Федеральные компании пришли в регионы. И мы, к сожалению, раньше, будучи офшорной зоной, имея зарплаты там в два-три раза ниже, например, Москвы, мы могли спокойно конкурировать, имея свою модель продаж. С приходом пандемии у нас низкие зарплаты были. Да, и мы могли конкурировать легко. Капитал, так сказать, перетекает. Да, и, к сожалению, мы не развивали собственных продуктов. Нам достаточно было торговать рабочей силой, условно говоря. А сейчас зарплаты подтянулись где-то там на 20-30% отстают от Москвы. То есть у нас уже практически московские зарплаты здесь. Мы конкурентны на рынке труда уже. В результате те, кто не создал продукты, например, такие, как мы испытываем, определенные трудности. Потому что мы не можем поднимать сильно зарплаты, а у нас начинается отток кадров. Плюс каким-то образом выросла мобильность населения. Несколько IT-компаний целиком переехали в другие регионы. Нашел тачки. Да, да, просто вот так вот собрались и переехали. Я знаю еще несколько компаний, которые уже встают на лыжи, чтобы всем составом собраться и уехать. Ладно, вы не пугайте прямо. Я не пугаю. С чем мы будем стратегию реализовывать? С кем? Владимир Владимирович. Ну это нормальное, в принципе. Кто-то крышает, кто-то расширяется. Да, действительно, очень-очень много изменений. Постоянные перетоки, это значит рынок жив, что он проявляет как-то... Рынок жив, но мы как офшорная зона, мы пострадали. У нас не хватает собственных продуктов, у нас не хватает лидеров, которые бы создавали внутри продукты. Давайте одного из лидеров, несомненных, Владимир Владимирович, фирма Galax. Ну расскажите, как вот вы... Как мы прожили. Да, прожили, но еще не прожили, еще мы в этом состоянии как бы... Нет, мы уже в этом состоянии находимся года полтора. И, по сути дела, то, что обещали в 2020 году, что наша отрасль фактически рухнет, ну, не сбылось это все, слава богу. И на сегодняшний момент рынок за 2020 год, IT-рынок по аналитическим данным, вырос на 14% в рублях. То есть компания Galax... Это в целом общероссийские показатели? Да, да, да. Компания Galax находится в этих же цифрах. То есть мы так... То есть на Алтае у нас тоже приблизительно рост... Или это средняя температура по ванне, 14%. Мы в нее попали. Где-то больше, где-то меньше. То есть у нас тенденция тоже... Мы выросли. Нет, я говорю сейчас в данном случае про компанию Galax. А, вы, да? Я думаю, да, про отрасль Евгений Александрович лучше расскажет. Да, да, да. Ну, у нас на сегодняшний момент больше половины выручки это за пределами Алтайского края. То есть мы работаем там. И чем мы были сильны? Естественно, это качеством своих работ за умеренные деньги. Про то, что сказал Денис Сергеевич как раз. Ну, насколько я знаю, ваши заказчики, это всегда государство было. Органы госуправления, муниципалитеты. Или нет? Нет. Не обязательно, да? Нет, нет, нет. Я ошибаюсь, да? То есть, если говорить в ковидный этот год, то, по сути дела, наша компания отработала там практически по всей России. То есть мы ездили и подключали компьютерные томографы к электронной сети для того, чтобы хранить отпечатки, уже, вернее, снимки в электронном виде. Далее, получается, работали на здравоохранение в Новосибирске. И на три месяца мы сдали раньше срока объект. То есть там, получается, очень большой объект, инженерные системы, если перечислять, которые мы делаем, они действительно много. И вот эти вот объемы, они действительно большие. Да, с одной стороны, это бюджетные деньги, то, что вы говорите, мы работаем с государством. С другой стороны, эти работы выполняются на субподряде уже у генподрядчика. То есть мы напрямую с государством работаем. Ясно. Евгений Александрович, если сравнивать нашу IT-отрасль в нашем регионе, вот с IT-индустрией, к примеру, наших соседей в Сибири, насколько развита наша инфраструктура, уступаем ли мы в чем-то соседним регионам? Ну, сибирские давайте сравним, наверное, проще будет. Чего нам не хватает? Вот я знаю, что краевые власти давно планируют создать центр компетенции по анализу и обработке данных, базу обработки больших данных. Частная компания, ну вот, к примеру, ваша компания, да, Денис Сергеевич, IT-парк, это проект, он, по-моему, осуществляется, реализуется. Нет пока. Он заморожен. Заморожен, да. Ну, вот расскажите об инфраструктуре, о том, что представляет в целом наша отрасль. Ну, в целом, если говорить про направление деятельности, с чем мы работаем, по части государственного управления и внедрения различных там цифровых сервисов, нужно отметить, что Алтайский край, он занимает очень уверенные передовые позиции, в целом, не только по сибирским регионам, но и по России. Мы входим по разным рейтингам в десятки, в двадцатки регионов России по работе разных государственных информационных систем. Например, государственная система по государственным муниципальным платежам. То есть это то, что касается переводов различных, там, где имеются различные квитирования по оказанию государственных услуг и различных пошлин, оплат, где работают граждане. Если мы говорим про предоставление государственных и муниципальных услуг в целом в электронном виде и удовлетворенность у граждан, то наши информационные системы, они тоже востребованы и показывают высокую оценку у наших граждан относительно всех других оценок других субъектов Российской Федерации. Конечно же, мы это направление очень-очень активно развиваем и связано со всеми сервисами, которые появляются у нас и становятся доступными. Ну, например, по линии здравоохранения Алтайский край сейчас занимает шестую строчку среди 85 субъектов Российской Федерации по цифровизации здравоохранения. Цифровая зрелость именно в этой отрасли у нас одна из самых передовых, и это действительно подтверждено всеми не только рейтингами, но и то, как работают эти инструменты. И электронные рецепты, и электронная скорая помощь, и электронная регистратура, электронная поликлиника. Все это выстроено в единую цепочку, которая позволяет оказывать в цифровом виде вот эти вот все услуги. Евгений Александрович, ну, в общем, мы выглядим не хуже, так сказать, наших соседей на общефедеральном уровне, тоже смотримся достаточно неплохо. Денис Сергеевич, вопрос, который мы отчасти в кулуарах даже с вами обсуждали перед съемками программы. С вашей точки зрения, достаточно ли усилий и средств направляет, ну, краевая власть, вообще органы государственной власти на цифровое развитие региона? Смотрите, цифровое развитие, наверное, можно разделить на две части. То, что касается развития цифровизации отраслей, вот, госуправление ЖКХ у нас прекрасно цифровизовано, и в целом мы очень неплохо выглядим на... Ну, здравоохранение, Евгений Александрович говорит, да. Кстати сказать, как и Россия на мировом рынке, очень хорошо выглядит. Я сталкивался с цифровизацией в развитых странах, в России все очень хорошо, мы идем впереди, там, условно, в пятерке лидеров. У нас Wi-Fi уже в сельской местности едешь, Wi-Fi в Европе, даже в крупных городах, не везде есть, вот, чем дело, нормально работать. Про сервисы, про автоматизацию ЖКХ и госуслуги вообще не говорю. У нас в этом смысле все отлично. Но есть, как бы, две проблемы. Это вот, когда говорят, сапожник без сапог. Вот, например, Томск, может быть, они по каким-то частям проседают, но у них сапожник есть, а сапог нет. А у нас все наоборот, у нас разработки мало, зато цифровизация хорошая. То есть у нас есть сапоги, но не хватает сапожников. Вот, что лучше, сложно сказать. То есть у нас есть свои перекосы, мы сильно отстаем от Томска и Новосибирска. В чем отстаем? Вот в чем проблема? Количество создаваемого, так скажем, дополнительного продукта на... То есть программное обеспечение. Мы очень мало разрабатываем программное обеспечение. Нас можно сравнить там с Кузбассом или с Красноярском. Как бы, Омск впереди, на мой взгляд, Томск на душу населения впереди всех. Новосибирск по массе больше всех, но на душу населения Томск, на мой взгляд, опережает. Но это такая моя статистика из разных источников. Нам, в общем, пока нечем гордиться, на мой взгляд. Мы... нам есть куда расти. Вот... Я сейчас поспорю. Вот, например, у нас конкурс «Лучшие проекты информатизации» на Алтае. Каждый год мы смотрим, и вот то, что говорил Денис Сергеевич про продуктовую линейку, там как раз собственные продукты, они подсвечиваются. Не все даже идут иногда со своими продуктами, где-то стесняясь, но то, что представляется, оно вполне конкурентно способно. И здесь, я думаю, ландшафт все равно будет перераспределяться. Да, есть определенные вопросы. Например, в Новосибирске, когда мы говорим, академическая школа, она еще советского времени, математическая, ну, скажем так, создала среду для развития вот этих IT-компаний. Но и наши компании, и в том числе под руководством и Владимира Сергеевича, да. Нет, Денис Сергеевич, по-моему, говоришь не о качестве, а о количестве. Да, да, да. В том числе. Валерий Алексеевич, есть что-то добавить? Давайте, добавляйте, добавляйте. Валерий Алексеевич. Ну, здесь вот действительно все так. С точки зрения госуправления, с точки зрения оказания услуг населения в электронном виде, мы действительно впереди, скажем так, в первой десятке, двадцатке находимся в России. Регионах, да? Да, да. С точки зрения, наверное, вот объема рынка, вот то, что как раз Денис Сергеевич говорит, то есть мы все-таки, де-факто, аграрный регион, и, по сути дела, информатизация была востребована не так сильно. Если взять тот же Новосибирск, Красноярск, Омск, это более промышленные такие города, и где действительно в свое время... То есть нет спроса, да? То есть предложение мы готовы ответить, да? Еще раз, есть спрос, есть спрос, объем рынка маленький, и здесь вот нет, наверное, такой явно выраженных школ, про которые говорит Денис Сергеевич. Ну, и в том числе финансов, наверное, нет крупных компаний, да? Финансов. Вот это самое главное. Вот если был бы у нас... Спрос подкрепленный, должен быть подкреплен финансами. Был бы у нас рынок большой, имеется в виду, у нас бы и проектов было бы гораздо больше. Ну, наверное, с точки зрения вот как раз объемов, он же, можно сказать, сколько там неокров делает наши вузы. Денис Сергеевич, и школы бы подтянулись. Нашли бы специалисты и кадры, я так думаю. Сколько в Томске неокр делается, допустим, в том же политехе, и сколько у нас в политехе? Ну, они же рядом не стояли, эти цифры. Ну, есть определенные вопросы, и там проблемы, конечно же, мы об этом тоже говорим. Ну, в данном случае все-таки отдельные перекосы мы тоже фиксируем, но то, что отрасль у нас существует, и заказы, ну, для некоторых точка роста является выход вовне. Для нас это привлечение дополнительных ресурсов. Многие компании именно этот путь себе избирали. А кто-то работал внутри своего субъекта и региона, решая частные задачки, но которые, в принципе, так инкапсулировались и не знали, что происходит вовне. А сейчас многие компании именно Алтайского края, они выходят за пределы только России. Алтайского края, но и России, да. В действительности не просто выходят, а вообще те компании, вот именно из разработчиков, кого я знаю, они не рассматривают рынок местный, и мы не рассматриваем его. У нас, конечно, есть местные заказчики. Ну, я сегодня встречался на заводе, мы там цифровизуем цеха на заводе. Но я говорю, это случайность для нас. Мы бы никогда не обратились и не предложили. Ну, вы нас нашли, поэтому мы будем с вами работать. Но весь мой маркетинг построен в центральных регионах России. Там деньги, там спрос. Нам не нужен внутренний спрос. В действительности, IT-отрасль прекрасно развивается на общемировом рынке. То есть здесь мы все в равных условиях и в Томске, и в Новосибирске. Наверное, в Москву можно по-другому сказать, что Москва все-таки это хаб такой, распределяющий ресурсы. Мы вынуждены к нему подключаться, потому что у нас деньги в России ходят через центр. Это общее устройство. Рынок движется за деньгами. Ну, что тут делаешь? IT-рынок, я имею в виду. Игорь Александрович, ну, как бы то ни было, несмотря на все вот эти вот оценки, в том числе и оптимистически, пессимистически, рынок наш нужно развивать. И для этого и принята стратегия цифровой трансформации Алтайского края до 2024 года, да, по-моему, она? Да, на ближайшие три года. Да, на ближайшие три года, которая в том числе ставит задачи и как-то стимулировать развитие и рынка, и в целом, так сказать, цифрового развития и экономики, и социальной сферы регионов. Чем? В чем цель, так сказать, вот этой стратегии? Каковы основные индикаторы? Самые основные? Вот. И каким, по вашему мнению, должен стать цифровой Алтай вот через три года? То есть, что? Ну, если говорить про такие задачи, то, конечно же, цифровизация в любом случае, она должна отталкиваться от конечного потребителя. И как ставится задача, чтобы каждый житель страны, ну, а мы, конечно же, ориентированы на жителей Алтайского края, почувствовал, ну, скажем так, блага цифровизации, которые внедряются разными компаниями, в том числе на территории края. И здесь, конечно же, и цели перед стратегией, они стоят именно в этом плане. Например, одна из них, это 95% всех массовых социально значимых услуг, которые предоставляет государство, перейти в электронный вид. Это задача? Да. То есть, через три года 95% всех услуг будет оказываться в электронном виде? В электронном виде. Так, как получали пособия на ребятишек до 16 лет, на ребятишек от 3 до 7 лет. И вот такое вот участие государства, можно сказать, ну, бесконтактное с своими гражданами, это очень хороший инструмент. Это понятно. Благо, благо мы все прекрасно понимаем. Вторая часть, это, конечно же, информационная инфраструктура. Это обеспечение возможности подключения высокоскоростному интернету 97% жителей. И сейчас тоже много делается. Мы заканчиваем программу, где 2500 социально значимых объектов по всему Алтайскому краю подключаются к высокоскоростному интернету. Через три года практически около 100% территории будет охвачена интернетом. Показатель 97%. 97%. Ну, понятно, почти 100%, потому что 3% это всегда, ну, просто технически, наверное, невозможно и не нужно, может быть, я не знаю. Еще один из показателей, это достижение цифровой зрелости различных отраслей. Это, как мы и говорили, социальная защита, здравоохранение, образование. Здесь же включается ЖКХ, здесь же у нас и сельское хозяйство, где тоже востребованы различные инструменты. И здесь могут приложиться различные эти компании под тем задачам, которые сейчас и формируются непосредственно заказчикам. Понятно. Денис Сергеевич, с вашей точки зрения, вы посмотрели, ознакомились, конечно, документ объемный, 146, да, 146, или сколько, ну, в общем, больше 100 страниц. Основные плюсы и минусы вот этой стратегии, с вашей точки зрения, вы тоже в кулуарах как раз об этом говорили, коротко только. Во-первых, стратегия правильная, и она правильная вообще с точки зрения общегосударственного управления, что по большому счету, что такое цифровизация. Помните, когда появились мобильные телефоны, и нам сильно легче стало жить, быстрее стали делаться дела. Это все ощутили. Потом появился интернет, и мы обнаружили, что... Сначала были пейджеры, про которые все уже забыли. Да, ну, пейджеры это чуть-чуть ускорило. Мобильные телефоны ощутимое ускорение дало. Когда мы поняли, что через интернет можно связываться с другими регионами и находить поставщиков, стало еще легче. По большому счету цифровизация является способом снижения себестоимости, что бы это ни означало. Например, мама, которая стоит за справками куда-то в поликлинику или куда-то, это ее время. А время это ее жизнь. Это деньги, жизнь. Это деньги, жизнь. И кто-то же отвечать должен с той стороны. А это все затраты. А это деньги наши, которые мы платим в качестве налогов, на которые там социальная структура улучшается. У нас выбора нет. На самом деле, в этом смысле, вот это постановление и программа принятая. Ну, это несомненный плюс, это очевидно. Вот о чем Евгений Александрович сказал. Ну, кто тут будет спорить? Это плюсы, огромные плюсы. Я столько сталкиваюсь с теми, кто вообще не понимает, что это. Я всю жизнь, наверное, борюсь с каким-то мракобесием. Люди не понимают вообще, куда это все идет. Мое мнение, что мы на старте цифровизации находимся. Сейчас не развито. Мы через 10 лет посмотрим сюда, как мы сейчас можем смотреть в нулевые, например. И нам казалось, ух ты, интернет здорово. А мы сейчас смотрим в ничего себе. Денис Сергеевич, ты сам говорил, что мы выглянем даже на уровне Европы по некоторым направлениям очень даже продвинутые. Мы очень даже продвинутые, но через 10-20 лет все будет еще интереснее. Мы имеем базовые средства связи, фактически, и у нас недостает софта. У нас недостает, так скажем, программное обеспечение, обучение людей. То есть вообще самой культуры обращения с цифровым миром. Когда масса определенная накопится, мы просто... Навыков жизни вообще в этой среде цифровой, да? Например, пандемия резко сместила акценты в области онлайн-покупок. Я сейчас строю себе дом, я большую часть материалов покупаю, либо в интернет-магазинах, либо вообще никогда не видя тех людей, с кем я работаю. Я не езжу даже в шоу-румы. Мы научились каким-то образом оценивать материалы и вещи, просто не сходя с места. Все поменялось. Стратегия цифрового развития, я думаю, поможет как можно быстрее тебе дом построить. Я думаю, еще быстрее выстроишь. Владимир Владимирович, надо, пожалуйста. Самое главное, что мы улучшаем качество жизни. Это государственная задача. Поэтому оно как катализатор всех экономик, всех сфер. И программа хорошая, она описывает все сферы. Единственное, что я отметил, что сама сфера IT, как сфера разработки, или как сфера системной интеграции, она никак не освещена в этой программе. И означает, что исходя из этой программы, мы являемся регионом-потребителем. По части качество жизни прекрасный документ. То есть о других отраслях в программе есть, а о самой отрасли IT? О самой отрасли означает, мы всегда будем покупать где-то, и мы всегда будем тратить деньги. То есть это экономически убыточная программа. Коротко, у нас уже времени практически... Да, короткий момент, связанный с чем? Действительно, стратегия, она направлена на человека. А на компании, которые работают в IT-сфере, это пакеты мер, которые разрабатываются на федеральном уровне поддержки IT-компаний. Первый пакет мы уже видели, это налоговые льготы и вычеты. Сейчас уже утвержден второй пакет мер, в том числе законодательные, которые развязывают руки IT-компаниям, которые работают по отдельным направлениям. И у нас таких ступеней будет пять на федеральном уровне. Я думаю, Евгений Александрович, Денис Сергеевич, вот нисколько не противоречите друг другу. И то абсолютно верно, и второе. Господа, думаю, что конференция IT-форум как раз будет полезен, и в плане, так сказать, продвижения вот этой стратегии, о которой мы говорили, ну и вообще для развития, так сказать, экономики, и в том числе IT-отрасли нашего края. Все, спасибо, время мы уже, так сказать, наше исчерпали. Напомню, сегодня мы поговорили о цифровых технологиях в нашем алтайском бизнесе, работающем в этой отрасли. Проблем много, но это и хорошо, значит, есть куда развиваться. На этом все, берегите себя, не бойтесь нового, и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго, встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!